Да уж, я тебя другим помню. Веселый, румяный, энергичный, но вот, один час занятий по мотану и тебя прям не узнать. Потому что я прошел через ад. Все так плохо? Ох, как же все после физры-то болит. А я предупреждал. Отрабатывать 10 пропущенных пар за один день плохая идея. Не стоит недооценивать мощь студента в период зачетной недели. Ты из-за этого так посидел? Первая седина у меня появилась еще когда я впервые зашел в деканат за студнем. На первом курсе это место особенно пугает. Знаешь, у меня было два одногруппника летсплейщика, так они даже сунулись туда разок с нацепленными GoPro на башке. Просмотров на ютубе они, конечно, срубили. Но потом им пришлось годик поиграть. Только в военные шутеры. Еще седины добавилось. При заселении в общагу меня подселили к трем старшекурсникам, у которых уже пошел диплом. Ты представляешь, они... ...целый год халявят. Это же неправильно. Я тоже так хочу. А видел бы ты... ...их дипломы. В них было... ...столько воды. С меня при заселении. Потребовали даже... ...справку для бассейна. Постоянный стресс. Эти хвосты тоже. Я порядочный студент, но даже у меня иногда они появляются. В сложное время у меня их набралось порядка девяти. Знаешь, как я понял, что все совсем плохо? Мне позвонили из Японии. Предложили сняться в экранизации Наруто. Я ведь даже сериал не смотрел. Откуда я вообще понял, о чем они? А это потому, что сосед смотрит. Я не могу запомнить ряды Фурия, но до сих пор помню всех персонажей. Взгляни на мой список предметов. Мне пришлось столько всего пройти. И это не только Матан. Надо мной надругались физики. Потом была химия. И еще целый курс начерталки. Я же поступал на социолога. Да ладно тебе. В студенчестве все-таки много и веселых моментов. С этим ведь не поспоришь. У меня, например, был незабываемый секс на двухъярусной кровати. Блин, первока сверху, наверное, укачало. Надо будет потом извиниться. Да, бывало весело. Как-то помню. Мы так долго не следили за порядком, что забытый из прошлого курса йогурт психанул и помыл за нас посуду. Вот. А еще у студентов куча всяких праздничных мероприятий. Вот у вас как отмечали? Ну, однажды на Хэллоуин мы по пьяни решили вызывать демонов. Знаешь, как это делается? Нужно дождаться полуночи, встать у зеркала и три раза крикнуть на весь тот городок «У меня есть принтер». Да, у меня тоже есть принтер, знакомо. А что еще запомнилось? Объявление на двери душевой с просьбой прекратить какать в кабинках. Да уж, что может быть ужаснее? Объявление было на двери женской душевой. Ну, с уверенностью могу сказать, на девушек я теперь стану смотреть по-другому. Вот-вот. Добро пожаловать в клуб. Эй, слушай. Чего? У меня сломаны обе ноги, пробито легкое и три ножевых ранения, но я пока не оглох. Ты правда думал, что скажешь про принтер и так легко отделаешься? Ну, ё-моё. Знаешь, ты бы завязывал так жить. Тратишь все деньги в начале месяца, потом экономишь на всем подряд. Ты вообще в курсе, что это вредно для здоровья? Думаю, пора к тебе прислушаться, а то я уже начинаю чувствовать, как прорезаются молочные пейсы и появляется одесский акцент. И спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Название фильма и адрес группы можно найти в описании.